Здравствуйте подписчики моего канала и гости. Сегодня речь пойдет о нагайской мимикрии, то есть хамелеонизации нагаев. Мимикрия от французского и английского, подражание, маскирование. Такой термин есть в зоологии. Это когда слабые существа маскируются в более сильных, чтобы хищники обошли их стороной. Типа эффекта хамелеона. Такая мимикрия в человеческом мире под стать нагайцам. Нагайцы, которые проживают на Северном Кавказе, пытаются и лезут из кожи вон мимикрируясь в кавказцев. Нагайи при этом любят утверждать, что они не монголоидные, хотя внешностью монголоиды, а кавказцы. Нагайцы, чтобы доказать, что они истые кавказцы, придумывают всякие исторические сказки, что да они есть самые, самые, самые кавказцы, которые пришли на Кавказ вперед самих кавказцев. Восклицательный знак, восклицательный знак. Типично кавказские национальные костюмы. Нагайцы тоже приписывают к себе, объявляя их нагайскими. Их суперноглизм дошел до того, что эти бессовестные приписывают национальные одежды горских народов Кавказа и даже покушаются на знаменитый танец всего Кавказа, лесгинку. Такие ярые прилипалы хамелеоны среди нагайцев, такие горе-историки, сказочники, как кандидат исторических наук и этнолог, Уйсенбаев Арслан Абдурахманович. Этот нагайский кандидат исторических наук, этнолог Арслан Уйсенбаев, который за свою жизнь не написал ничего, исторического и этнографического, кроме одной единственной диссертации в 1990 году, утверждает, что национальная одежда горских народов Кавказа – это нагайская. Сказанул так сказанул. На Максиме одета сверху чекмен, на Кавказе ее называют черкесска, а снизу бешмет – это рубашка, на ногах сапоги, вот на голове – это каракалевая шапка, по-ногайски эльтерберг. И здесь у него газыри, на русском языке газыри, а на нагайском языке она называется от слова азр. Кстати, обратите внимание, газыри, они тоже инструктированы нагайским орнаментом, и это готовые к применению заряды. И слово азр или газыр, которые сейчас на Кавказе говорят, буквально с нагайского означает готовый к применению, готовый к применению. На поясе у нашего, скажем, юноши пояс, который называется по-ногайски бельбовый. Она, кстати, обратите внимание, у нее насечки, вот, если вы обратили внимание, вот она насечки. К вашему сведению, вот, сегодня ученые большинство с вами считают, что то, что горцы одевают, вот, верхняя одежда, да, то, что мы называем, ну, они называются черкеской, но, скорее всего, произошло от кипчакского, половецкого чекмень. Вот, на голове эльтерберг, это, я как сказал, это каракалевая шапка, и Чечня, да не до нее времени, вот, люди старшего возраста, чеченцы, вот, они называли эту каракалевую шапку, ну, нагайской шапкой. Такую фантазию развивает не только один Уйсенбаев Арслан, но и другие нагайские горе-историки, среди которых сказочник-фантаст от истории Ишмухамбетов Рамиль Валитович, соискатель кафедры истории России Астраханского государственного университета. Вот, что пишут нагайцы на сайте, нагайцы.ру, как известно, еще один из нагайских эпических батыров Урак Мурза, живший в первой половине 16 века, танцевал с черкесами тот танец, который русские назвали Лизгинкой. По моему мнению этот танец, скорее всего, придумали нагайцы, сначала, как военные упражнения под хлопки руками и крики поддержки, а затем и под барабаны музыку. Ведь нагайцы были военными людьми. Ха-ха-ха-ха, что остальные народы Кавказа не были военными и не сражались. Вопросительный знак Восклицательный знак. Ссылку на это оставлю в описании видеоролика. Кстати про оружие. Нагайцы не воевали с огнестрельными ружьями как черкесы, чеченцы, ингуши, казахи, узбеки Бухарского ханства. Нет исторических данных о том, как нагайцы применяли огнестрельное оружие. А кавказцы ввели в свои национальные одежды кармашки для заряда с порохом, «газыри», которую нагайцы ловко хотят цапцарап утверждая, что это придумали нагайцы, как горея историку Исенбаев Арслана и Шмухамбета Фрамиль. Если посмотреть на это со стороны психологии, то мы видим, что нагайцы ищут в лице всего кавказского, себе защиту. Ведь не секрет, что кавказцы горячие, смелые и дерзкие. Они известны не только в постсоветских пространствах, но далеко и за рубежом. Поэтому нагаи стали мимикрировать подкавказцев. Этим многие нагайцы думают уберечь себя например от скинов, которые часто обходят стороной кавказцев. Показывая себя, что вот мол мы тоже кавказцы, мы танцуем лезгинку и тому подобное. На самом деле, настоящий нагайский танец совсем другой и вовсе не похож на лезгинку близко даже. Тому свидетельство, описание нагайского национального танца русским придворным советникам в XIX веке. Вот, что написал придворный советник его величества императора России, член Академии Санкт-Петербурга, Юлиус фон Клапрот, в своем труде, описание поездок по Кавказу и Грузии. Фон Клапрот пишет, танцы нагайцев вяло и состоят в топтании на одном месте. Нет ни грации, ни бросающейся в глаза художественной позы, танцующие выделывают, как бы по команде, разные движения руками и ногами, движения, впрочем, далеко не грациозные.